Добрый-добрый день, дамы и господа! Дорогие друзья, снова много солнца, снова вокруг много зелени. Мы продолжаем наши прогулки по усадьбам. На этот раз я не в Подмосковье, а в Тверской, в деревне, которая называется Красная Новь. По официальной переписи, население деревни это 42 человека. То есть, когда проезжает машина, это событие. А если сюда приезжает большая туристическая группа, то население деревни удваивается. Именно здесь находится усадьба Домотканова. Усадьба, которая связана с жизнью и творчеством Валентина Серова. И мы с вами сейчас поговорим о нем, погуляем по его усадьбе. Точнее, по усадьбе Фонда Рвизов. Но сейчас совсем разберемся, начинаем наш путь. Посмотрите, вот здесь с этой громной, большой, тенистой, заросшей уже со временем подъездной аллеей. А современная парковка, вы чуть с другой стороны, находится, выглядит очень простенько. И вы как бы сбоку попадаете на территорию усадьбы. Поэтому очень важно дойти именно сюда и подняться к Варскому дому. Вот так. Домотканова впервые упоминается еще в 16 веке. Потом усадьба переходила из рук руки бесконечное количество раз. Ею владели и Ржевские, и Озерово, и Давыдово, и Головины. А потом в 1886-м Домотканово приобретает Владимир Дмитриевич Фонда Рвиз. Известный художник, поэт, музыкант, меценат, общественный деятель. Ну и в том числе родственник Серова. Он был женат на, по-моему, двоюродной, что ли, сестре художника. Поэтому-то чуть ли не каждое лето на рубеже веков здесь Валентин Серов будет проводить. Смотрите, главный усадебный дом. В нем мы сегодня не зайдем. Совсем недавно он стал вот так роскошно выглядеть. Очень долго, ну, это не то, что прям были развалины, но, по крайней мере, совсем не так, как с картинки он выглядел, когда в 70-м... нет, в 75-м, по-моему, в 70-х, скажем так, Домотканово стало филиалом Тверской областной картинной галереи. Вот тогда как раз взялись, что называется, за музей. И вот уже в 21 веке была проведена вот такая чудесная реставрация. Смотрите, дом в два этажа, каменный первый, деревянный второй. И смотрится, конечно, очень торжественно, так монументально, что ли. Сегодня здесь проходят разные выставки, и вот в том числе прямо сейчас выставка фоторабот усадьбы России с отдельным входным билетом. Чуть дальше, если идем мы по усадьбе, то встречать вас будет, наверное, чудесное кафе. Там действительно неплохо угощают, и в том числе есть местный квас из Домотканово. А дальше, смотрите, усадьба, это вот такой достаточно большой портер, ну, даже практически без каких-то столетних деревьев. Ну, вот парочку дубов я вам сейчас покажу. А так, находясь здесь в центре, вы ее видите почти всю. То тут, то там стоят такие признаки, что называется, усадебного дворянского быта. Какие-то телеги распоряженные. Тут понятно, что усадьба была достаточно богатой, со своими лошадьми, со своими крестьянами, которых в том числе как раз и будет писать Серов. Вот там чуть дальше, видите, такую половинку арбуза, это сцена и небольшой зал под открытым небом. Здорово так трескочат тут кузнечки. Я очень надеюсь, что вы их тоже слышите. Ну, Валентин Серов для нас с вами и портретист, и пейзажист, и один из тех, кто выпускал журнал Мир Искусства, и девочка с персиками, это Серов, и афиша с Анной Павловой, и обнаженная Ида Рубинштейн, например. А вот здесь практически весь его такой крестьянский цикл. Вы смотрите, как здорово сотрудники усадьбы просто поставили репродукции, чтобы мы с вами могли точно знать, где была написана, например, «Октябрь», да, картина Домотканова 1895 года. Вот этот самый дуб, который тоже является, конечно, достопримечательностью, что сказать. Вот там чуть дальше горка Вулкан, еще чуть в глубине туалеты, и вот такой огромный большой луг. А вот этот скромный, аккуратный, серенький домик в один этаж как раз и будет, ну, если хотите, любимым местом, где я проводил летние месяцы. Валентин Александрович часто приезжал сюда, в Домотканово, к своему и родственнику, и другу, и вдохновленный вот этой природной красотой, поэтичностью, Домотканово как раз писал свои работы. Повторюсь, весь крестьянский цикл, он в основном написан будет именно здесь. А потом в разное время здесь у него в гостях бывали и Левитаны, Билибин, и Фаворский. И вот сегодня это музей, музей Валентина Серова. Заходим, друзья, внутрь. Табличку тоже должен показать, правильно? Вот, вот теперь ныряем. Итак, вот мы заходим в дом-музей Серова. Состоит он, по большому счету, из трех основных помещений. Вот здесь фотографии Домотканова конца 19-го, начала 20-го века. Экспозиция начинается с рассказа о семье Серовых. Вон, посмотрите, фотографии слева и справа родителей великого художника. А вот и сам уже Валентин Александрович достаточно зрелым в возрасте. Вот тут интересно, как в советские годы музей открывался. Все начиналось с небольшой комнаты музея. Это 65-й год. Посмотрите на стене. Надо, чтобы мужик понимал, а не барин. А мы все для бар пишем. Вот, цитата, приписывая моя Серрову. Ну и заходим в основное помещение. Дома достаточно просторно. В самом центре как раз макет. Посмотрите, вот здесь мы с вами только что были. Вот она. Центральная такая аллея подъездная. Вот он, барский дом Владимира Дмитриевича. А вот дом, который принадлежал Валерьяну Дмитриевичу. Они были братья и были женаты на двоюродных сестрах Серова. Вот так. Именно в этом доме мы с вами сейчас и находимся. Посмотрите, бабочка залетела. Прямо живая, настоящая. Прямо на гордине. Если вы ищете, да, серовские оригиналы, да, то, конечно, Третьяковскую галерею и русский музей. Но здесь очень классно сделаны как раз копии, которые будут здесь написаны. Вот что важно, да. Весь вот этот крестьянский цикл Серова будет в основном написан в Даманканал. И вот он, тот самый заросший пруд. Чуть позже мы к нему сходим. Вот она, старая баня на высоком берегу. Ну или вот эти чудесные портреты. Посмотрите, как много солнца, как много лета здесь, да. Как много ярких красок. Хотя достаточно живописно в Даманканаво и осенью. Понятно, девочка с персиками, наверное, самая известная работа. Литя Александровича, вот здесь вы тоже видите репродукцию. Похищение Европы, конечно. А вот совершенно потрясающие фотографии. Посмотрите, владельцев дома Валерьяна. Дмитриевича и Аделаиды. Двоюродные сестры Серова. Какая роскошная пара. Как же красиво выглядели люди сто лет назад. И заключительная третья комната дома. Небольшой рояль. Фотографии вы видите на стене. Самое главное, в такие музеи приезжай, обязательно пользоваться услугами местных экскурсоводов. Про каждую фотографию, про каждого человека, который видите вы здесь, висящими на сценах, вас будет ждать интересный рассказ. Я лишь так чуть прошелся. Надеюсь, что вас заинтересовал. И пойдемте еще чуть прогуляемся по парку. Ну и после прогулки по дому, все равно тянет на улицу прогуляться немножко по саду. Он здесь прекрасен. Немножко в стороне от главного усадебного дома и дома Серова. Начинается уже вот такая достаточно юная липовая аллея, которая приводит в очень заросший уголок парка. Сейчас вот куда мы с вами пойдем, куда я вас приглашаю. При Дарвизах здесь стояла баня. Вот ровно вот на этом, ну при горке, скажем так, есть картина у Серова. Старая баня как раз в Домотканово. Вот ровно здесь когда-то она была. Сегодня это сложно себе представить, но вот молодцы, опять же, сотрудники музея, что посмотрите, вот такие репродукции сюда помещают, чтобы мы могли это рассмотреть. Когда-то деревья все-таки подстригали чуть более активно, поэтому вот такой уж прямо полной тени, как сейчас здесь не было. В том числе именно здесь мы знаем с вами доподлинно будет написано «Девушка, освещенная солнцем». Посмотрите, вот такая расчудесная репродукция той самой девушки, которая прислоняется к той самой липе. Вот этой липе полтора века. И сегодня, видите, каждый желающий и каждый посетитель усадьбы Домотканова может вот здесь присесть и, соответственно, свое селфи сделать, как когда-то та самая девушка. Видите, как вошла в историю. Ну, пойдемте чуть вниз. Немножко спустимся к прудам. У фондервизов пруды были, конечно, обязательной частью такого пейзажного парка, может быть, чуть запущенного специально. Но дело в том, что вот сейчас пруды выглядят достаточно свеженько. Их относительно недавно все почистили. Убрали вот эти вот заросли с берегов. Тут регулярно косят траву, так что достаточно хорошо можно погулять, все видно. И отличное место, чтобы, знаете, как-то посидеть просто на лавочке, полюбоваться вот этой стоячей водой, хотя она не очень-то стоячая, проды каскадной. Подумать о чем-то своем. А потом, может быть, чем, черт не шутит, еще и взять мольберт и чего-нибудь тут начать изображать. Ну, посмотрите, насколько живописные, хотя, казалось бы, да, и простые места. Их здесь три, этих каскадных пруда. Вот там беседка в глубине еще одна. Между ними можно пройти. Тут есть несколько скамеечек, где можно отдохнуть. камыш на ветру колышется. Фонарики тоже стоят, поэтому, когда будет темно, здесь будет очень романтично. А вот относительно недавняя реставрация вот этой части парка как раз обнаружила старинную лесенку. Посмотрите, вот этим каменным ступенем ну, получается, больше двух веков. Есть тоже отличная репродукция. Здесь, как фотографируется Анна фондервис на ступенях этой каменной лестницы. Если же мы пройдем чуть дальше по берегу, то еще несколько продукций будет впереди. Солнцем здесь солнце побольше. Вот видно, как видите, вода из одного прудика. Она перебирается в другой. Тут все так неторопливо, спокойно, живописно. Нельзя сказать, что Домотканово очень посещаемый музей. Поэтому думаю, что вы частенько, если будете сюда приезжать регулярно, будете оказываться просто один на один со всей этой красотой. Что, конечно, плюс. Что сказать. Послушать этот воздух, подышать ему одно удовольствие. Ну и вспомнить Серова. Вот посмотрите еще раз, насколько, да, сегодня свеженьким выглядит этот пруд. И вот каким заросшим он был почти, сколько там, 130 лет назад. Заросший пруд в Домотканово, да, вот можно сравнить. А вот тут что-то вроде небольшой купальни. Купели вот у следующего прудика. Их крупных три, а маленьких побольше. И вот здесь будет делать наброски Валентина Александровича о своей картине «Русалка». Тоже, думаю, многим хорошо известно. Это уже там второй план 90-х. Вот так. Вроде бы очень простая, скромная, понятная природа. Такой, знаете, средней полосы России. Но настоящий художник и здесь находится. Действительно потрясающие краски и умеет их передать на холл. Настоящие художники и настоящие романтики мне кажется сегодня в Домотканово и приезжают. И очень вас приглашаю, друзья. Нравишко, если понравилось и подписывайтесь на мой канал. «Русалка»